В числе тех, кто воочию наблюдает за этим грандиозным событием, и наша съемочная группа. Сегодня Международный форум искусства Маком достиг своей кульминации. Как прошел третий день форума, с места события расскажет наш корреспондент. Международный форум искусства Макома продолжает свою работу в древнем и цветущем городе Шахрисабзик, который в эти дни своим праздничным обранством напоминает восточную сказку. Зарубежные гости со всего мира не перестают восхищаться неповторимой культурой, с самобытными традициями и древними обычаями, красочными национальными костюмами и изделиями прикладного искусства, которые представлены здесь во всем многообразии. Уникальная по своим масштабам и содержанию экспозиция Узбекистана, раскрывшаяся на площади Аксарай, представляет особенности богатой культуры каждого региона страны. Особый тон задают выступления фольклорных ансамблей и коллективов. Продолжила свою работу и Международная научно-практическая конференция на тему искусства Макома и его роль в мировой цивилизации. В ней приняли участие известные ученые-музыковеды и талантливые исполнители со всего мира. Это в очередной раз подтверждает, что Маком, как вершина центрально-азиатской классической музыки, вызывает большой интерес на всех континентах. Со стороны участников прозвучали доклады на такие темы, как исполнение модальной сюиты в 17 веке и ее взаимосвязь с традициями шашмакома, об общности узбекского Макома и корейских жанров традиционной музыки и другие. Я являюсь профессором в Римском университете Ла Сапиенца. Мне очень нравится традиционная классическая музыка Центральной Азии. Подвиги Амира Тимура послужили вдохновением для выдающегося итальянского композитора Антонио Вивальди, который воспел их в одной из своих опер. В своем докладе я рассказала о том, как отражается богатая история Центральной Азии в этом произведении, как взаимосвязанной музыкальной культурой разных народов мира. Далее состоялся круглый стол, где были подведены итоги Международной научно-практической конференции и принята резолюция. И, конечно же, основное действие форума, конкурс ансамблей музыкантов и певцов-исполнителей классической макомной музыки проходит каждый вечер в самом сердце Шафизапса. Именно здесь можно услышать лучшие образцы традиционной музыки народов Востока. Для меня было хорошим опытом выступать на такой замечательной сцене. Я очень рад принимать участие в этом великолепном форуме, который организован на высшем уровне. Я исполняю разные стили макома – арабский, азербайджанский, турецкий. Музыка – это универсальный язык человечества. Она сближает людей. Как известно, Великобритания – многонациональная страна, где пересекаются разные культуры. И там также есть поклонники жанра классической узбекской музыки макома. Выступление участников оценивает и международные жюри по таким критериям, как подлинно национальные особенности искусства макомат, художественная и эстетическая значимость содержания, высокое исполнительское мастерство солистов и участников конкурса. Первый международный форум искусства макома продолжает свою работу. О других подробностях мы будем информировать в наших следующих выпусках.